Ой, ёкала маньяк! Это моя золотка! Руслан, а что ты сам обрился? Чтобы вы его не узнали. Чтобы я тебя не узнала, да? Так, держите. Спасибо. Ведитесь в этот самый предпоследний вагон. Доедете до Карапоткинска, выйдете и налево по лестнице. А там найдёшь. Хорошо, Личенко, давай. Как подойдёте, позвоните. Все нормально. А что, едет к нам? Да. Кто? Наш новый председатель и зампредседателя. А, и Женя? Беляур есть? Да. Женя. Она его ждёт, она его знает. Мы его знаем. Майка, мальчик, мальчик. Мальчик знает. Она всю семью их знает. Мы сейчас всю семью их знаем. Она знала тётю. Не, работали часто с ним? Да. А мы же в коллективе. Мы в коллективе имеем. Пять лет у Попова. А, коллектив Попова. Всё, понял, дошло. Саша, мы начали ездить с Поповым с 73-го года. Когда цирк отстроили, была вторая программа. И встретились с Поповым в 73-м году. Отработали здесь год. И поехали дальше. Здорово. По 77-й год. Женя Хоров. Сколько лет вы отработали? Больше пяти лет. Больше пяти лет. Ольга? При нас они поженились. Ольга не знала. Ольга с Женей. При нас Женька родился как раз в Ленинграде, когда приехали. Я его там нянчила. Вот. И дальше и поехали, поехали. Во всех сказках, во всех программах, во всех выездных шефских. Их тоже все участвовали. Ольга Горь не знала с этим мужем. С Женей, да? Он все делал. Он не стирал. Он укупал ребенка. Здравствуйте, господа председатели. Барья, я. Дошли, доехали. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вот он знаком вам еще этот мужчина? А как же не знаком. Это крестная мама моего сына. Ну целую маму, что стоишь на порочи-то. Я обалдел, когда мне сказали. Я говорю, а мы все, мы же думаем, ну, какие были, так и остались. Я говорю, елки-моталки. Как же так? Не может такого быть. Нет, у нас есть изменения. Есть изменения? Нет. Это мне многие говорят, что изменения. Он законцовировался. Да, да. Во-первых, уже пониже стал. Нет. Ну, после шести, где-то будет пятидесять вниз. Ну что, хорошо будет. Рад я вас видеть, клянусь, просто удивительно. А мне Лена как-то молчала. Сколько я с ней осталась, не говорила. Некогда было. Она, наверное, тоже не знает, что крестная. Жень, ты тоже не знала, да? Да я говорю, там много крестили. Нет. Она с моей мамой. Да, поздравить. Давайте сначала вас. Вау. Это что такое? Адрес мой. Во-первых, вы от всей души, вот я, я вам честно скажу, от ветеранов, от артистов, которые создавали этот цирк, который впереди планеты всей был, которые вчера сказали, куль, и собралась кучка там такая-то, вы знаете, вот так было неприятно. Думаю, эти артисты во главе флагманов своих сделали цирк советский в лучшем мире, который до сих пор славится, русский. И так сказать о том, кто сидел, что мы их не знаем. Как это не знаем? Вы знаете только флагманы. Поэтому я вас от всех поздравляю, желаю вам целого горячего, чтобы вы всегда были в таком творческом классном настроении. И чтобы... Больно большой. Это необходимость. Да, это необходимость. Но держаться надо. Если говорят так, если настроение с утра стало хорошее, значит, день пройдет классно. Нет, я всегда встаю. Да. Вот я же только приехал только с Ростова, с Прощания, с Попово. Да, вот с Ростова. Конечно, проводы были шикарнейшие. Это просто... Как сказали немцы сами, вот сейчас в Фейсбуке, они говорят, так у нас президента не хоронят. Столько было народу. Иди, смотри. С 10 до часу. Не скончаемый поток, не скончаемый цветы. Вот нас снимает, вот наш корреспондент Баун. Он, наверное, заснял. Цветы у фасада, свечки у фасада. Это уже когда вы приехали. Люди шли на представление, хотя он уже не работал, не сдали билеты, а как бы прощание было. Приходили, смотрели, хлопали стоя и ходили. Очень просто удивительно. Я просто почему это говорю, потому что когда говорят цирк, вы там, и это, как я же говорю, как это так. Самый народный искус, посмотрите, как провожали человека. Посмотрите, просто надо из себя представлять. Да, да. Если ты цирковарь, представь себя творческим. Настолько человеком, чтобы тебя влюбили, чтобы тебя видели. Понимаете, воспринимали манили. Да, вот видите, вот они. Валентина Ивановна, а сколько у Корнилова вы проработали? С 56-го года по 62-й. По 62-й. Ну, наверное, ничего. А с какого года ты года? 62-й. Ну, шпагат вы между слонами, конечно, шикарный. А вот я тут прилетела, руку поломала. А это в каком году ты летела? Да не помню. А-а. Без лонжи делали шпагат. Мне кто-то нужно было протянуть, потому что-то дать. И сону голову повернула, и все. И я. Кошмар. И все. И все. А тут корнил стоит с этими стырями. И ты руку поломала? Руку поломала, конечно. Пальцы? Ну, они мне все туда взошли. Ой-ка. В кисть ушли, да? Ну, конечно. С этим долбит. Нет, красиво-красиво. Шпагат, конечно. Вот так. Шикарный долб. Красота требует жертв. Да. Ой, жертву-жертву. Нет, молодец. Я посмотрела, я говорю, фотографии. Я любила. Слонок я любила. Я была беременна. Погоди в жилье. В жилье покатали на хоботочке. Она меня покатает так. До пяти месяцев я работала. Более. И шпагат делаю. И шпагат все делали. Ой, кошмар. У меня фотографии даже где-то есть. Пять месяцев. У меня незаметно было. Как ушла, все. Меня стажат носить. Вот так. И тут я ушла на легкую работу. А какая? Стайка сидела. Станиловой? Стайка, они же репетируют. Она надо быть старше меня. Стайка я сидела. Она спокойная. Ладно. Всем бы так дожить до 9-0. Съемом здоровья. А когда Корниловы уходили, Клеудороте не ревновало? Спокойно ушли? А Клеудороте ушла на пенсию. А как там расформировался коллектив? Или она передала? Она формулу передала. А, понятно. В Новосибирске. Не в Новосибирске, а в Новосибирске. У меня один социалом на сцене. Он сказал, что вы хотите иллюзию работать? Мы на фраку уже делаем все. Иллюзии у нас нет. Я не продаюсь. Наши не продаюсь. А, то есть секретами, да? То есть хотели переводить? Да, 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 да. Мы сделаем все. Я все знаю секреты, но открывать и не пойду к вам. Вот так. А могла бы уйти. Сделала бы мне аппаратуру, я работала бы сама. Нет. Вот так. Ясно. А что у тебя за история-то была, когда тебя Кио попросил девчонкам показать, как в аппарате складывался? Эмильевич, это когда, не помню, в Шаратове, ему передали аппаратуру. Отец? Отец, да. А девчонка-то не знает, как загруппироваться? И он-то толком не знает. Эмильевич, давай я тебе буду показывать. Я-то знаю всю аппаратуру. Где, какой уголок, где чего. Как лечь, как сись, согнуться. Вот. Ну, вы же такая большая. Я говорю, ну, не смотри, что я большая. А я уже, знаешь, после тебя, когда я так разобрела, в этот, где лев переходит в клетку. Да. В эту ступеньку. В лестницу. В лестницу. Показала. Ну, чего, а перелет, ради перелета, и ради перелета давайте. Давайте двойника. С кем я буду работать. Вот. Вот. И вот так сажайте. Я пошла в клетку. Я, впрочем, показываю, я все. Работаю я себе. Ну, как работаю? Помогала. Помогла ему. Помогла ему, да. И девчонки стали тупелоком. А жена у него, это самое, что она, не знала ничего? Откуда она знала? Если Эмиль не знал, то. Откуда она знала? Она только, как она говорит, что она оформляла этот номер. Вот. Но красивая баба была, что говорится. Да, красивая. И фигурка красивая. Скажите, а как вы с супругом познакомились? С супругом? Сейчас я вам расскажу. А где вы встретились? В Харькове. Да? То есть вы уже работали у Корнилова, да? Нет. Я еще работала в Клеводороге. А он работал джигитом у Туганова. Джигитовка работала. Он из спорта пришел. Вот. У меня была подружка. Он за ней стал ухаживать. Красивая девочка. Вот. Так. И сделала ей предложение. Она что-то поковырялась так. И уехала куда-то в работу другую. Уже снаряд получил еще. И он так приходит ко мне. И нет письма. Или нет письма. От нее. А ей он не получал. Теперь я получаю письмо. А там написывали. Я вышла замуж. Залобецкого. Я думаю. Как же я ему-то скажу. Ну думаю. Говорить не буду. Слышу штук. А штук я уже знаю. Я быстренько разу книжку, письмо. И все. Нет письма от Нины. Или нет. Загуляла, наверное. Я говорю. Наверное загуляла. Пойдем в ресторан. Не пойду. А я не любил ресторан. Да мне не в чем было идти. Собственно. Такого бутерброда в платье не было. Не пойду. Иди. Я отдыхать буду. Он ходил. Ходил. Мне пять. Мне ходил. Дай мне почитать. Дэри бери. Выбирай. Вон книж. И он выбрал книгу. А я посмотрел. Судьба. Вот так. Судьба. И вдруг ушел с этой книгой. А он любит читать. С тучистками. Тебе с Чехреновой ничего нет. Ничего нет. Он так на меня смотрит. А по честному. Ну по честному нету. А это что? Мне так было стыдно. переделать. Что я соврала. Я говорю. Ну и ты не лезнь. Не хотел тебя расстраивать. Вот что ни делать. Все вот к лучшему. И все. И стал ко мне похаживать. Похаживать. Отойди от меня. Да я люблю. Я люблю. И днем отдохнуть. Перед работой. Я говорю. Мне нужно отдохнуть. А мне хоть жесть с тобой поболгать. Я говорю. Ты мне надоел уже. Ага. И вот так выгонял. Выгонял. А тут март месяц должен уступить. Вот чего тебе на 8 марта. Он пришел. Я такая. Чего тебе на 8 марта дали. Я в себя. Иди отсюда. И закрыл дверь. Приходит он. 7 марта. Говорит. Рассказывай. Какой год был? Вы говорите. Конец 50-х где-то. Да. Вот. Рассказывай. Выходи за меня замок. А я и пошел ты в черт. Ты на 3 года молол за меня. Ну я на тебя. Ну выходи. Не пожалеешь. Ну а я ему отказала. Ну стой. Туганов пришел. Крела в дороге пришла. Он их всех уговорил. Все пришли меня уговаривать. А туган говорит. Валю. Он говорит. Хороший парень. Руководитель. Хороший парень. Ты вот это потеряешь. Я говорю. Чего я потеряю. Я и не найду, и не потеряю. А мне нравился другой мальчик. Лиша Королев. Какой хороший парень был. Ну это тоже такой. Разборчивая. Когда живешь в полубезноте, тут по неволе будешь разбираться. Я не гулящая была. Есть такие по ресторанам ходили. Все от меня давлет. Ухаживала за мной. Минуточку. Перед Новосибирском. Ну прям вся страна поздравляет. Да. Добрый день. А-а-а. Я вспомнила. Вспомнила вас, да. Вспомнила. Я уже не курю больше. Я уже бросила. Завтра надо выходить. Уже 4 года не курю. Вот так. Спасибо. 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 Ну даю вас. Не помню нервы дела. Дай я сама себе мотаю нервами. Ну как ерунда. Это меня вдохновляет. Спасибо. Спасибо. Приеду. Знаю. Люблю это дело. Удовольствие будет. Попаше. Доставлю. Ладно. Спасибо. 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 Приезжайте. Пожалуйста. Из Новосибирска. Приезжайте ко мне в Новосибирск. Ну так вот. Снег вот побросаем. У нас тоже выпало много. Ясно. Ну и вот. И они стали меня обхаживать все. Ну и конечно обходили. А он Лариску маленькую подговорил. Лариска это кто? Лилипутка. Ага. Я поехал в ЗАГС. Договорился. Чтоб нас по-быстрому. Расписали. Расписали. Пока не передумала. В ралучем порядке. А мы пошли. А я паспорт не взяла специально. Думаю. Забыла. Там скажут опять на 3 месяца. А раз 6 месяцев регистрирую. Не помню. Вот. А Лариска мне говорит. Варь, ты паспорт взяла? Я как гляну на нее. А он сразу понял скалу. Дай мне паспорт твой. Я забыла. Ну вернула с Лариску. Вернула взяла. И так нас уже посолит. Вот так вот. Так. Где в ресторане отмечали? Нет. В цирке. В цирке? Ага. Так. Сидел Дадеш. Это ты еще у Корнилова была? У Клеударутича. У Клеударутича. Да, да, да. Так. Дадеш. О, так. Еще пойдет история. Знаете, родился без рук. Да, да. Грузинский князь. Грузинский князь. Небольшой урок. Да. Холеный. Но все ногами тянул. Рух-то не было. И стрелял. И рисовал. И вышивал. И готовил как. Да. И готовил даже. Все как. Представляете, какой это шанс ты была. Ноги, перстняк, пальцы. Перстни одеты. И перчатки белые. И перчатки. Такие. Беленькие. Да. Вот так. И сидел за столом, да? Вот так. У него были ассистенты. Были ассистенты. И он сидел. Где-то у меня в тагазе есть. Они в номере ему помогали, ассистенты. Да. Ну, поднести, чтобы он потом взял ногами. Там лук натянул, отстрелял. Вот. Ну, чтобы он в стилке вступал, да? Да. Да. Это популярный очень известный был. Ногами, ногами. В стилке работал. Да, известная фамилия была. Пришли в ресторан. Слушайте, это вообще что-то. Пришли в ресторан один раз. Вот, Сергеич, пойдем по беде в ресторан. Ну, пошли. С ним пошли два ассистента. Он сел. Протезы у него. Ему наливают и дают. Выпить. Он пока ногами не берет. Пока он не берет. Самый. Ага. Вот. Ему дали выпить одну, закусить дали. Она просто стала. Сидят там ребята. Он говорит, нашли, говорит, халуя. Барина, говорит, присутками за собой. Молчала. Они опять поевали. Они не знали, да? Они не знали. Ну, местные ребята. Они не знали. Они в ресторане просидели? Да, сидели, пили там. Дадеш слушал, 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 слушал. Встал. Ну, они потом начали задираться. Ну, задираться стали. Дадеш встал. Как? Дал одному оплевуху ногой. Это ботинок отделов. Второй подошел. Он второму. Стол разбился, посуду там разбился. Говорит, и такие глаза. Милейте давайте. Милиция пришла. Часть работают. Они показывают, вот его. Вот, простите. Я Дадеш. Милиция говорит, а что такое для нас Дадеш? Ничего, ну, не знаю. Вот. Вот, я без рук. Как я могу ударить их? У меня рук нет. Как нет? Он потом, а его протезы. Вот так. У тех такие глаза. И Дадеш говорит. Хотите, я вам продемонстрирую, как я их еще раз их, наверное, чтобы мне сегодня не вызывали? Подходят к одному. И так, щелчок, как, даст ему? Могой, пальцем, опа. Щелчок. Вот. Вот так вот тебе, ну, я вот взял, вот, и на паку, опил. Хочу, челчок просто. И вот такие глаза, у тебя все извинялись перед этим Дадешем. Все, вот так вот. Князь. Да, такой был. Да. Сандро Дадешкельяне. Да. А жена русская у него. Он ее ревновал. Нет, первая это у него грузинка была. Грузинка была. А вторая Зоя была. Парень Зоси мою звонил. А он очень дружил с писателем Александром Борисовичу Аронов. И он же был режиссер. В смысле Дадеш? Да, Сандро Дадеш. Вот. И вот тоже звонит Александр Борисович. Говорит, Лен, приезжай. Сандро приехал. Сейчас это. Наготовил всего. Приехала. Правда, сели за стол. А главное, тут лысый. Я вхожу. Зоя, причеши меня. Тут три волосинка. Она говорит, что тебя причесывает-то? Нет, причеши меня. Ну, она его причесала. Значит, все, сели за стол. Вот он, знаете, сидит так. Зоя ему тоже так же все наливает это. Потом Александр Борисович говорит, хватит, говорит, уже это самое. Дай ты Зои поесть. Он разувается. И охота была посмотреть. А было так неловко. Но вы не представите, ногти. Это уже у женщин руки такие. Да, да. Кольца. Халеные. Все, маникюр, педикюр чистейшие. И вот он стал кушать. Но как? Это вообще, как он с вилкой, ножом обращался. Это вообще не все до того вкусное было. И вот он все сам готовил. Зоя ничего. Он говорит, на. Она говорит, не умеет. Я все. Она хорошо готовила. Но он ей не доверял. Они очень дружили с Александром Борисовичем. Он тончан делал. Она ассистентка была или как у него ассистентка? Он работал номер типа как в ресторане. Ну да, ну да. Столик там стоял. Все это она у него была официанткой. Не, номер шикарный. Но за границу не пускали его. Мы не можем выпустить, показать, что у нас уроды. Ну да, да. Там что-то было, да. Чтобы... А человек, он был изумительный, конечно. А не кто-то, как я рассказывал. Это вообще-то нужно было заслышаться. И умер в самолете от разного сердца. А сколько лет было? Ой, я даже не помню сейчас, сколько ему лет было. Будто где-то были 70-е годы. Да, да, да. Просто приедет, по себе пообщается. То есть на гастроли ехал, да? Да, летел куда-то. Все в пути, в работе. Мы остановились на том, как вы... Поженились. А поженились? Да. А дальше как? Гастроли же, по идее, должны были уже закончиться? Гастроли заканчиваются. Он в одну сторону, я в другую. То есть как? Муж и жена, и в разные гастроли получаются программы, да? Да. Обалдеть. Вот так. Мы ездили друг с другом, самолетом летали. Ну так как это? Вы 2-3 раза в год все увиделись, получается? Или как? Понимаете как? Мы поженились, а ему нужно уезжать в Бельгию. Я в Ленинград поехала, проводила его. В отбеге они пробыли 6 месяцев. Ой. Оттуда он приехал в Ленинград, а мы работаем, я не могу. Кон ко мне прилетел. Вот так вот. Вот так вот. А потом уже подумали-подумали и решили делать свой номер. А, к Ермолаеву пошли работать. Вот чтобы мне познать немножко, с чего начинать. Так он Лошадей знал хорошо, лучше Ермолаеву знал. И говорит, все, Валя, можем заявление написать. То есть тогда проще было, да, сразу, а, или под сценарий, или под режиссера. Как вот, кто пробивал раньше вот эти вещи, это же просто не, не просто номер подрепетировал. Мы сами. Вы сразу дали заявку, как на тракционер? Мы написали сценарий, что мы должны делать. Нам нужна была десятка лошадей. Вот. Мы подали, нам утвердили. Ага. Нас и Туушке отказал нам. Я говорю, Леша, давай-ка в Челябинск рванем. Чирк не работает еще, там есть место администрационное. Нам вот так, или, хватит. Он говорит, давай. Мы самолетом в Челябинске договорились там. И туда-то и выложили лошадей, там, прям, за конец завода. А он вот про этот цирк и не знал. И мы за шесть месяцев выпустили. Но нам помогал Баткин. О, вот я говорила, Леша, дядька очаровательный был. Да. А у него тоже какой-то номер был, да? Он был в Росгосцирке. Саша, вот, 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 вот трубка. Он был зам этого. Я зам. Кто у нас Баткин-то был в главе? Он был по... Ну вот он номера как-то был. Он куратор, да, наверное, был? Куратор. Нет, к нему. Он разрешал номера делать. А, как это называется? Последняя инстанция, там, кто принимал решение. Типа художественный отдел. Да, да, да. Художественный отдел, да. И взяли мы Перкуна. Юрий Васильевич Перкун. Как режиссера. Перкун мировой. Мировой. Да. Вот так. Вот он выпьет пол-литра волки. У него ни в одном глазу. Представляешь? Так водка какая была? Да. Какая была? Водка была раньше. У ну. У ну было. Правильно. Не современная она. С водкой. Вот так. Да. Чуть-чуть. Так из какого года вы начали работать уже номер... Вы понимаете, что? Я не помню, с какого, когда мы начали. Мы за 6 месяцев сделали эту работу. И мы в Челябинске... Мы в августе 71-го года выпустили свою десятку. Да. Это из Челябинска? В Челябинске. В Челябинске водили лошадей. Из старого цирка деревянного в Шапито, в парк. И там мы начали работать. Ни костюм, ни сбры. В январе привезли лошадей, а в августе уже был выпуск номера. А лошади были вообще сырые, да? Сырые из табуна. Из табуна. Да, отец ездил в Джамбул, в эти степи казахские и отбирал 10 лошадей. Нет, красавцы. Какой жанр выбрали, как свобода? Свобода, да. И именно охалтыкинцы. А с охалтыкинцем никто не работал у нас, только мы одни. Дрессура. Вот. Ну, у джигитов-то были охалтыкинцы, но дрессура только у нас была. А эти лошади, раньше туркмены, не дай бог, чтобы продаст свою лошадь куда-то, казнили этого человека. Не имеют права продавать, да, не имеют права продавать эти хохалтыкинцы, но они красивые. И мы поехали на Акунь, а вот я смотрю, а там табуны стоят, кого вы, они золото там отдают. С этого такого красивого. Нет, нет, у вас лошадки были, я в старом цирке видела, как Лена тогда уже с папой работала. Номер был, конечно, потрясающий, и представление обыкновенное. А ты имеешь на открытии в цирке Никульном, да? А что же самое, истеричка еще, да. Очень страсти. А когда вы выпустили номер, много было конкуренции, много было таких же номеров, ну вот в системе Росгосцирка? Нет. Сколько было номеров вообще, ну вот кроме джигитов, джигиты как бы отдельный жанр? Я, джигитри, я имею ввиду свободу. Да, свобода. Ты ромовая, мы, бедбудди, а нет, бедбудди, позже. Кто-то еще мало, свобода мало уже, никто не берется, не было там. Понимаете, эту свободу не преподает никто, ни ученища, никто. Это нужно к мастеру какому попасть, и там у нее проходить. Ну, любая дессура, она преподается только в смысле мастера, к ученику. Мало было, мало свободы. Ну, Валентина Ивановна, а бедбудди, ведь у него, в принципе, он же и жонглера работал на лошади. На лошади. Да. Да, ну, да, это совсем другой жанр. Другой жанр, да. Да. Ну, он тоже, конечно, номер был. Хорошая, но это там, там Альхайков его готовили. А, Альхайков, да. А, Альхайков, да. Соколов так следил за конюшкой, за кормежкой. Все, не он, так и я оставался, потому что на службе надеяться нельзя. Сено нужно обязательно перетручить, не перетручишь, попадется комочек гнилья. Все. Вот так. Маля, что-то доверили, и смотрю, у одной лошади колики начинается. А как вы определяете, что у лошади колики? Она начинает жаловаться, боли в животе. А как лошади, вот просто интересно, как вы, как вот вы, как понять, что она, как же она жалуется? Во-первых, отказывается от еды, отказывается от еды, послушаешь живот, перестаньте-ка не работать, значит, уже что-то такое, значит, уже живот, все, начинаешь, уже шагики, когда она уже начинает кал выбрасывать, когда уже есть спокойно делать, но когда не выбрасывает кал, мы делаем клизмы, вот так. Но лошадь жалуется на боль, боли страшные, вот так. И одержали, вот так, а когда он встал, все, они не все доели, смотрят, у того гнито, они не... И его бросить скорее, знаете как. И вот так. И доверять не стали мы. Мы сделали номер, она и вы. А, Ленке. Ленке, ага. Я в Домовском цирке с ней работала. Да. Тогда Эдик Рушат у нас ведущим был. Да. А Лена работала с мышечкой. Я хочу тебе пожелать. Да. Прожила ты, конечно, большую, плодотворную жизнь. Много-много всего у тебя было. И хорошего. И плохого. Ну, больше хорошего. Особенно, когда пришла в цирк. Да. Все ново, все интересно. Вот. Я хочу пожелать тебе здоровья. И здоровья крепкого, бодрости. Ты никогда у нас не показываешь свое плохое настроение. И вот такой же оставайся. Спасибо. Оптимисткой, веселой. Спасибо. Всех благ тебе. Спасибо. 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 О-о-о-о. А красавица какая была, мы смотрели. А фигурка была. Скройняшка. Ой, фигурка хороша была и красивая была. Смотри. Смотри. Она и сейчас красивая. Да. О-о-о-о. Подходи. Опоздала. А подъемчик какой был. Да. Покажем. Покажем. Нет, у меня не хуже, но... Не дотягивала. Нет. Пусть она... Мам, за тебя. Все. Спасибо. Здоровье главное. Да ты что. А эти где? Спасибо, Юля. Спасибо. Сфоткай его в одежде. Они сидят. Спасибо. Ты мой хороший. Спасибо, Юля. Спасибо. Спасибо, Юля. Ты мой маленький. Да я тебя сфотографирую одетого. Да. А, он и в тапочках у вас? Да. Да. Ты мой хороший. А когда первый раз надели, как он чувствовал себя? Как Кусман от скафандры. Да. Ты чинь не сбывайте. Ай. 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 Желтый. Косолапый. Ай. Скажи вас, вы так одели? Ай. 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 Я посмотрел бы. Ай. Какие. Ну, подожки какие-то. С одной стороны насыпали, на другой налили. вот как издевается еще и пупончик у него это в это нос до суток олень олень и олень у нас когда говорят не ностальгируйте о прошлом ну как не ностальгировать о прошлом где прошла твоя основная творческая жизнь я вспоминаю вот эту жизнь и думаю господи вы тогда что-то говорили что-то ругали что-то были недовольны и сегодняшний момент этой жизни смотрю вот эту нашу сибиричную демократию и как бы демос я считаю что вы там бог были более демократичны потому что мы если воле изъявляли что-то все это фиксировалось сейчас даже вот прошедшие наши дебаты оказались каким-то непонятным я хочу поэтому выразить вам огромную благодарность для всех нас что вы до сих пор есть и должны быть за ваше здоровье и всего вам доброго и удачи и нам и вам и всем 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 удачи а вам главное здоровье и вдруг репетировать уже то есть разминаться выходил раньше в антракте уже одевался потому что стоит конюшня последний номер стоит лошади наготове все валя суетиться бегает там туда берет там ассистера ну да служащие туда-сюда ведом чё суетиться как одеты все у него был костюмчик здесь черные ревелюровые это бархатные серебряные вот так идет подходим все работать пошли все лошади выходят и лёша стоит центре вот так с хвостом лошади работают все дело все работают все отработал повернулся ушел антракт прибегает какая-то серьезная баба со зрительного зала как это так вы можете допускать артиста в таком состоянии на манеж ну борис давать сразу телефоном олегу олег гардеробная а алексей действительно под этим делал под этим делал он и стоял просто но насколько какая была дрессура лошади он только они все делали хорошо я думала у него прострел в спине был но пораньше при его не а в питере с левина поспорил я вот почему эти вещи вспомнил потому что да скандал был поп на него наехал а уже такой у него есть любимчики или снили или что-то такое не назовутся сложный человек был конечно по натуре вот но но всегда можно были тогда еще молодежь мы говорили 3p и к не припнувшись а 3p был попов половнев писаренко и к не припнувшись это был столяров писаренко ко всем примазано уже тоже мой родственник да вот и вот и вот и вот я почему сейчас в доме увидел вот алексея и вообще вот вас помню сразу вот эту жизнь и думаю господи когда мы приехали в уфу а у моего отец работал ош город ошкиргизия и у него случился инсульт никто не знал никогда не ходил по полейцам ничего просто мне позвонила сразу сестра говорит он встал с кровати и как-то наступил на ногу она упал в больницу до сюда оказалось инсульт и естественно оглох на дно немножко ухо но немножко так как и слава богу только хотя бы этим кончилось они не парализовала что-то чего-то немного у него там что-то был и я сразу забил тревогу там у себя то есть в этом в этом появились там меня ну знакомые короче говоря привози его суда говорят мы тут его санаторий определим будет и приведем какую-то профилактику я звоню сестре мы приводим современная это я так что у меня у самого такой был а тут попов у него тоже воспаление помните и директор бегать начнем не начнем начнем не начнем помните он приехал последний там момент и то же самое его в санаторий определили и привозили только на представление и представление привезут и обратно увозят потому чтобы не было у него осложнений воспаление легких и а я к отцу еще то же самое у дяди лёши в это время пала лошадь заводящая головная вот он там нас почему этот насколько отношения было до другого но там не до должен я извините я не смогу у меня зовут это и так далее подобное ничего подобного вот за короткое время буквально за 34 дня он добился с утра дает он даже ночью оставался чтобы репетировать и добился того что он начал вот отношение было артистов к себе к своему творчеству к своему номеру давайте еще раз за вас ура не прямо дискотека понимаешь сейчас поздравили и я думаю ты присоединишься тетю валю соколову дядя лёшина жену крестницу моего сына ей 90 лет сегодня еще раз громко повтори я включил громкую свет спасибо спасибо мой дорогой спасибо цирковые они все знают спасибо цирковые все знают ваше имя во фамилии все то но потому что это были те артисты которые и двигались вперед ну что-то я хочу сказать ладно теперь скажи что ты хотел или попозже перезвонимся на на фоне тихо в рамках ну ладно чуть чуть да я не хочу поздравить я хочу побегу пройдем чего это там вы баянье начинаете это только начало только начинаем, то есть надо просить таблетку под готовый полотенчик, чтобы поддероваться от греха подальше А яблоки такие вкусные, у тебя большие краски, не и хурма вкусные, яблоки вы вчера купили, а тут вверх был богатый взял кто-то сомневался, это гран-при, да, как он правильно, гран-при, у нас первый год надо потом лошади пересчитать, когда мы будем а я их сколько раз дарила, ой ведь самое интересное в этом жанре, что мы никогда им не блистали да до того никогда конечно, этот жанр родился в Европе и самоксильный был там особенно в Англии, в Италии, ну и вообще на Западе в Швейцарии в Книи Чего? ну он снимает, это же, это же этот, как он на ушне надевался Книи и вдруг, и потом в карман кладет первое появилось когда-то, когда появился Манжеины, началось, как бы, о, русские могут оказываться, да а потом, когда появился Ирмалай, уже, ни хрена себе, они уже третьи планеты, это все, и потом, да, да а потом еще, вдруг, второй, да еще более мощнее Соколов, они обалдели вообще после этого, когда прожали то и то, затихло все, и вдруг, появляется Бибурия Бибурия, который вместе с рыболами что-то сделал, призов купили, да, сделал, ну хоть шестерку, шестерку, по-моему, да шестерку, ага а а а а а а а бирюкова 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 дал, да да ну там кому-то, потом еще, и вот бирюкова пришли бирюкова привет, Жень ты знаешь, что я вот сейчас нахожусь на 90-летие Валентины Соколовой которая в 74 году мама дома вместе с мамой в тайке, я тогда даже не знал тебя крестили, и она твоя крестная мать сегодня ей 90 лет ты представляешь, с какими людьми ты даже не знал об этом мама тебе, конечно, не говорила, да? нельзя было ну, может и говорила, а ты забыла, а? что? 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 скажи, что я не помню не помнишь ну тогда вот я сейчас включу громкую связь поздравь тетю Валю твою крестную мать давай мать твою крестную мать спасибо спасибо спасибо, мой дорогой а мамка, кстати, там у него скоро будет она ушла но она еще здесь, в Москве как ты себя чувствуешь, дорогой мой? ну потихонечку, пока не жалуются ну молодец Отмечайте хорошенько. Спасибо. Спасибо, тебе говорят. Мать придет, я знаю. Мы сегодня считали, говорим, а считать второе или нет? Я говорю, вот это я не знаю. Ладно, все, хорошо, давай. Мать искажешь тогда, а я дам телефон на всякий случай. Спрашивали у тебя, мама дома, а я думаю, мама вроде здесь, в Москве еще. Ладно, давай. Какого? Я понял. Сегодня 9 дней. Да ладно? Да. Второе число. Оказывается, сегодня я еще не думал. Так, давайте выпьем. Давайте. За упокой души, потому что это все с нами связано. Хотим мы это, не хотим. Так. Господи, вот только вчера случилось. И у сына на день рождения, только вчера вроде. Уже 9 дней. Да. 9 дней. Прихожу после этого, буквально 10 минут, он мне звонит домой и говорит, ты доехал, доехал. А мне звонила Габи, где ты умер. Кто? Вот такой. И все, где на рождение, сразу испорчено. Сразу мысли, как добраться, что делать и так далее. А давайте поменем человека, который оставил огромный след в нашем культе. Да, да, да. Совсем интересно. Который, несмотря на свой сложный, сложнейший характер, все-таки был человеком творческим. И большим, как у него бабушка. Да, большим и тружеником. Да. У него и руки были не из задницы. И голова работала. И голова работала до конца, до своих 86 лет. Нормально разговаривал, нормально общался. Еще и хохмил. И так далее и тому подобное. Давайте выпьем за этого человека, ушедшего. Да. Пусть ему земля будет пухом. А мы чтобы помнили, вспоминали наше прошлое. Снимайте. И чтобы наше было такое будущее. Да. Скажите, а много учеников у вас было? Много из кого? Что вы конкретно сделали номера? У вас стажировались? Много людей? У нас? Да. Вот Рованцов сделал номер. У нас? Слышит? Подожди, давай я расскажу. У нас у отца, у одного официально было разрешение иметь учеников и стажеров. Министерство культуры это самое дало. Разрешение? Да. Разрешение. Больше ни у кого. В Советском Союзе? Да. Официально. И в нашем номере они проходили стажировку, а потом делали номера, выпускались. Ну, кто ушел? Вот еще раз. Рванцов? Значит, Калугин. Рванцов. Страшная. Анаева. Борис Павлович Воробьев. Он когда ушел от Петунова. Да. Он сначала, а потом они сделали ПДД. Вот. Ну, там не только он готовил, ну, в смысле свободу. Он просто, стажеры как бы обращаться с вашими. На что готовите? Как готовили? И готовили номера. Да. И готовили, да. Она его же тоже, она с нами ездила везде. И ее выпустили. Ну, называется школа, да? Школа, правильно? А этот самый, как его? Как вы считаете, Балугин-то? А, Евтехов? Евтехов. Ты знаешь, он к нам пришел как берета, потом как дрессировщик. Потом он говорит, я пойду, я не помню, как он куда ушел. Короче, он вот купил у Анаевой номер, который вот, и он тоже присутствовал при его зарождении, при его подготовке. И ему просто проще и легче было туда войти. Он его оформил, переоформил, костюмы лошадей и работает. До сих пор работает. Да. У него своя манера, но внутренний подход к лошадям у него от отца осталось. Вот и все. Вот сколько самоучеников. Теть Валя, я хочу, надо бежать, потому что как-то и с вами на пассажон чисто символически. Чисто-чисто символически. Потому что у нас тут все странные слабые, а не наши закалки люди. Не наши, абсолютно. Поэтому я хочу с вами, знаете, за что выйдет? Вот за то, что вы, вот по своей сути, по своей натуре, вы были такой, как вам сказать, вам женщиной, вам, но не в плохом смысле слова, а вот в такой, знаете, заводной. Я думаю, вы всегда, все, вы на кухне, везде тогда, впереди планеты, все нормально, понимаете? Поэтому я хочу вам пожелать, чтобы оставались здесь такой, до конца своей жизни. Спасибо. Чтобы она как можно дольше продолжалась, но, вот чтобы не теряли вот эту хватку, которая она всю жизнь сопутствовала. Может быть, поэтому и в вашей семье все такое получалось, потому что, когда есть две половины, дополняющие друг друга, это всегда стабильно, это всегда здорово, это всегда на пользу. Дай Бог вам здоровья. Спасибо. Тебе тоже, Женя. Спасибо. Ой, как я рада, что я встретилась с тобой. Алена. Женя, когда вы все-таки вот перед этим встречались еще раз? В каком году, примерно хотя бы? В 80-м, 90-м, 2000-х? Не можете вспомнить уже совсем. Вот как началась вот эта заваруха 90-х. Да. А перед этим мы работали вместе, долго ездили в коллективе. В коллективе. Проще место вспомнить, где. В цирке это было? В цирке. В цирке. Нет, может быть где-то на дне рождения. Нет, 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 только в цирке. А, то есть вы оба еще были работающие, да? Работал, да. Все работали, я тебе говорю, а потом... Ну так тогда и надо вспомнить, когда вы ушли, да и все. Ну иди сейчас вспомни, когда мы расстраивались. Ты не помнишь, в каком году ты ушел с манежа, не поверю. Это... Я пришел, когда я с манежа ушел. Я ушел-то знаю когда. В каком году? В 97-м. Ну и я где-то так вот, я забыла. Как? Они... Почему? Они раньше... Почему? Потому что в 93-м началась заваруха. И они отправили лошадей... А я пришел в главу в 97-м, после операции на легкую работу. А они ушли. И уже тогда я знал, что лошадей уже нет, что отвезли в Испанию. А Ермолаев уже приходил, что южного лошади в Италию. Он ездил туда периодически. Да, да, да. Он тогда еще ездил периодически. Его там каждому... Он передавал. Вот. А Дельюша как бы уже передал. Уже там их продали и все так и прочее. И вот тогда еще... А потом я узнал, что... Я говорю, что в каком году он умер? В Северном. Забыл. Сейчас... Лена! Сейчас спрошу. Лена, по-моему, он как раз вот в этих... Так вы не виделись с прошлого века. Да. С прошлого века не виделись. С прошлого века не виделись. Как раз вот этих 90-х годов... И почему я тогда пришел в главку и когда узнал, что в 99-м году он умер... Да. И уже в 99-м уже... Понимаешь? Он уже умер. А приехал уже гораздо раньше. А в 93-94-м отдали этих лошадей. Да. До меня, когда я в главку пришел, я уже знал, что их отдали. Вы не виделись больше 20-ти лет. Что? Больше 20-ти лет не виделись. Да. С прошлого века. В прошлом веке. В прошлом веке. Да. Так что вот, господа. Ну, самое главное, я не знал. Мы как-то потерялись. И все, когда я Лену там увидел в этом, в Союзе. Мы когда с ней там обнялись и так далее. Но она мне не сказала, что мама-то... Я с мамой живу и все. Я еще сказал, да, я мне сожалею. Вот, дядя Коля помню. Тетя Леша помню. И так жалко, что потеряли мы такой жанр. Мы потеряли просто. Свободу потеряли практически. Мощную свободу. Понимаешь? Он сам потом жалел. Вот. И все. И сколько я вот приезжал, приходил там. Часто общались. Я там с огорода, ну не помнишь там. Кто-то, кто-то. Ну куда? Вот ребята там. А мне этот Валерка Павлов говорит. А, нам Ленка все приносит, она все делает, приносит нам. Но она даже не сказала, что она с мамой делает это. Ну, самое главное, что состоялось. Да, Женя, у меня семья нормальная. У меня внучка хорошая. Да. Хорошая. Способная. Сейчас. Сколько лет? 23 год уже. Закончила. И пошла на повышение. Работа, и пошла на повышение. Слава Богу, что не все. Хотела. Я через ноту. Сейчас я чуть-чуть делать нечего. У меня с Женькой работал, потом с папом уехал в Германию, потом с папом, потом со мной, потом с папом поехал. Потом возразил, говорит, пап, не хочу больше работать. Почему? Не, не буду. Грязь смесить. Это уже хорошо смотрится там, когда лето и все, когда осень. Там же нет конюшни отдельно. Ну, в смысле, козырька, чтобы ты пришел, как у нас там. Перед тем, как выйти, конюшня какая-то, где стоять гардеробную и что-то. Потом вторая конюшня для животных. И тогда, знаете, две кони. А там нет. Там же как вот. Шапито стоит здесь вот чуть-чуть и все. Ты прибегаешь, вагончик созываю. И размяться даже здесь нет. И побежал на работу. А с вагончик надо дойти еще. Потом вагончик привез. Надо подкрутиться. К воде сранил. Он говорит, пап, надоело все это. И самое главное, что должны заплатить, так и не выплатили. Папу еще платили, а им нет. А потом, говорит, я приехал, у меня все мои сверстники в шоколаде. А я ничего. И вот они сделали. Сначала поработал здесь в лесном месте, но он всю жизнь перекрылся машинами. А есть записи? В записи не останешься? Он работал с Попом, да? Почему? У него есть фотография, когда он выходил в реквизу Попом. А потом он с Попом работал. Видео есть? Может, такое не очень. Да, даю, даю, ага. Таня. Да. Здрасьте. Спасибо. 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 Моя дорогая. А с кем я разгадываю? А вот. Теперь поняла. Теперь я поняла. Теперь я поняла. Вагонечка, помнишь, он сам делал все? Вагонечка, помнишь? Да, 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 да. Вагонечка, идите, мальчик. Спасибо, Танечка, спасибо, мальчик. Спасибо, мальчик. Спасибо, мальчик. Три вот такие вот. Всех вам благ. Главное, не хворай. Женя, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. Приезжайте. Приезжайте. Спасибо. До свидания. Хороших вам эмоций побольше. Добрых, хороших. Потому что меньше смотрите телевизор, там один негатив. Да, да. Главное, что дочь у вас родила. Я вам хочу смотреть, тогда смотрите детские программы. Мультфильмы смотрите, мультфильмы. Здесь на этом тоже кое-что не так. С живностью больше никого нет. Ну что такое? Ну что такое? Ну ты большую фотографию поставь. Ха-ха-ха-ха. Чтоб его надо было передвигать на колесах. Носить с собой. В полный рост. Смотрите, а потому что досмотрите. Я Валерке скажу, знаешь, вырезать из этого. Потому что вчера было одно, а сегодня поздравляю всех с Днем Трампа. Да. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха. А при чем тут вы? Так, у тебя не была какая-то? Вы же уже целовались. А вы еще разочек. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Не уйдем в гости. Не уйдем в гости.